Репетиционное тестирование стартовало по всей стране. Это уже третий и самый массовый этап, в рамках которого участники смогут выполнить задания, аналогичные тем, что будут на ЦТ. А еще возможность для абитуриентов, планирующих поступать в ВУЗы и СУЗы, сверить полученные результаты со школьной отметкой, определить слабые места в знаниях, потренироваться в заполнении бланков, ответов и рассчитать время. Тестирование можно пройти по всем предметам, ограничений нет. Традиционно в заключительном этапе участвуют десятиклассники и девятиклассники, которые хотят заблаговременно подготовиться к сдаче ЦТ. Абитуриенты сами выбирают удобный день для сдачи теста. Чтобы проверить себя, необходимо зарегистрироваться на сайте Республиканского института контроля знаний, предварительно создав личный кабинет. Зарегистрировались, распечатали пропуск и с пропуском, с паспортом и с черной гелевой ручкой абитуриенты приходят в корпус тестирования. На те предметы, которые требуют наличия калькулятора, это физика и химия, абитуриенты приносят с собой еще калькулятор. В личном кабинете не позднее, чем через 10 дней после написания теста, 10 рабочих дней хочу отметить, абитуриенты видят свои результаты. Мы хотим обратить внимание будущих абитуриентов на тот факт, что начиная со второго этапа репетиционного тестирования, изменилось время, отводимое на выполнение тестов по физике и математике. И точно такая же система будет действовать на централизованном тестировании. Если раньше для выполнения тестов по физике и математике отводилось максимально 180 минут, то с этого года абитуриенты могут 210 минут выполнять тесты по соответствующим предметам. Уже сейчас по области зарегистрировано 3,5 тысячи тестов, и это количество растет с каждым часом. Репетиционное тестирование можно пройти как на базе Купаловского университета и Аграрного, так и в каждом районном центре области. Завершится оно 21 апреля, ну а ЦТ стартует в июне.